Нарушение обмена веществ или покушение на убийство. Две противоположные версии одного громкого, теперь уже международного дела. С момента, как российский оппозиционер Алексей Навальный был срочно госпитализирован в бессознательном состоянии в Омскую больницу, независимые и провластные медиа в России разошлись в освещении этой истории. Государственные СМИ принялись убеждать аудиторию, что никакое-то не отравление, яд не обнаружен, а сторонники политика якобы разыгрывают провокационный спектакль. Кстати, самого Навального провластные медиа политикам не называют, используя определение оппозиционный видеоблогер. Как только немецкие врачи берлинской клиники Шерите, куда срочно перевезли пациента, подтвердили диагноз отравления, интерес федеральных СМИ к делу пропал. Как российские и международные медиа рассказывают историю очередного политического отравления в нашем первом материале выпуска. 8.46. Утро субботы. Самолет с заклятым врагом Путина Алексеем Навальным приземляется в берлинском Тегеле. Что это за такой кортеж? Что это за такое сопровождение? Непонятно, почему немецкий налогоплательщик должен оплачивать вот этот караул Навального. Вот кортеж. Много-много-много-много-много машин везут простого русского мужика, которому стало плохо в туалете. Стало плохо, ухудшение здоровья, что угодно, только не отравление. Ведущие и гости федеральных каналов в России перебирают в эфирах всевозможные альтернативные версии болезни Алексея Навального и напирают на результаты омских анализов, не нашедших в его организме следов отравляющих веществ. Самое важное, ключевое ядов в крови и моче Навального не обнаружено. Человеку 44 года, он пытается резко потерять вес. Вполне возможно, вот по такой симптоматике, что это имеет отношение к панкреатиту. Конкретно вот поджелудочное может дать сбой, это может к этому привести. В отличие от российских коллег, немецкие врачи предполагают, что Навального отравили. Врачи заявили, что есть признаки отравления. ЕС и правительство Германии призвали Россию расследовать этот инцидент. Провластные медиа в России сеют недоверие к немецкой медицине. Врачи там якобы не самостоятельные марионетки, а клиника Шерите – съемочная площадка и пристанище скандальных пациентов. Клиника-то известна всем советским гражданам, поскольку это клиника Штирлица. Там Кэт рожала. Это та самая клиника, куда после таинственного отравления увозили перед выборами Ющенко. В 2018 году в клинику Шерите попал с подозрением на отравление российский активист Петр Верзилов. Связь между отравлениями и гражданской позицией пациентов кажется немецким медиа очевидной. Вероятно, есть люди во власти, которым мешал Алексей Навальный. У Навального много врагов. Его постоянная борьба со злоупотреблением властью и коррупцией в России могла бы его погубить. У него достаточно врагов в России. Те, кто его отравил, добились как минимум того, что он обессилен и, вероятно, не сможет быть политически активным в ближайшем будущем. Если бы власти хотели расправиться с Навальным, посадили бы его в тюрьму, рассуждают на российских федеральных каналах. Возможно, предполагают, отравление организовали его же соратники. Если его и травили, то, по глубочайшему моему убеждению, травило его гражданское общество, так называемое. Зачем им потенциальный покойник? Им нужна сакральная жертва, чтобы обвинить преступный российский режим в том, что его отравили. Сделать из него сакральную жертву здесь, убить его кому-то интересно, чтобы потом загорелось у нас. Генеральная прокуратура России, однако, никакого злого умысла во всем произошедшем не видит и возбуждать уголовное дело пока отказывается. Расправа над заметными и влиятельными критиками российской власти, политиками, журналистами, правозащитниками, активистами – печальная практика последних десятилетий даже дольше. Так было при царе, при генсеке, а теперь и при президенте. Слишком много подобных примеров – от хладнокровных убийств до отравлений. Методы разнятся, но суть не меняется. Отравление – изощренный скрытый способ разделаться со своим оппонентом. Следы яда надо еще обнаружить, а сам факт его применения доказать. Интоксикация как средство российской политической борьбы – примеры давней и современной истории. Попытка отравления провалилась. Он выпил два стакана вина с цианидом. Неужели у него иммунитет к самому смертельному яду в мире? С 22 декабря в российских газетах ни слова о Распутине. Само его имя оказалось под запретом. И поползли слухи. Слухи, которые нигде не распространяются так быстро и не принимают таких диких форм, как в России. По следам убийцы с зонтиком. Странные нападения на болгарских беженцев обеспокоили Скотланд-Ярд. Небольшой объект, возможно, кончик медицинской иголки был найден в ноге болгарского диссидента Георгия Маркова. Перед смертью 49-летний писатель и ведущий успел рассказать, что его укололи зонтиком на остановке автобуса в Лондоне. Была использована редкая и весьма токсичная растительная субстанция, известная по разработкам химоружия. Был уничтожен полевой командир и террорист Саудовис Хаттаб. Ему передали отравленное письмо. Одна из самых сложных и оригинальных спецопераций наших спецслужб. Детали большинства спецопераций до сих пор хранятся в тайне. Александр Литвиненко идет навстречу с двумя бывшими российскими шпионами в роскошной лондонской гостинице «Миллениум». Он думал, что находится в кругу друзей. Через 22 дня он умер. Смерть Литвиненко от лучевой болезни была медленной и мучительной. У него было время расследовать собственное убийство, и он обвинил в нем Владимира Путина. Лондон ведет кампанию вокруг дела Скрипаля по отработанному антироссийскому сценарию. Нехорошие вещи, как известно, происходят с русскими, которые переходят дорогу Владимиру Путину. Сейчас бывший шпион, обвиненный в госизмене в России, борется за жизнь в Британии. Возможно, в результате отравления. Все это скорее напоминает анекдот про Штирлица, но никак не работа серьезная спецслужба. Далее в программе. Номинация Трампа «Лука на тропе войны» и «День украинской независимости». Обзор социальных сетей за неделю. Цепь солидарности. Граждане стран Балтии поддержали гражданские протесты в Беларуси, как местные медиа рассказывают о митингах за честные выборы. В Минске все спокойно. Российские государственные телеканалы, а вместе с ними, разумеется, белорусская ГОСТВ, старательно уверяют зрителей, что протесты ослабевают, забастовки окончены и все возвращаются на свои рабочие места. За две недели протестов многие белорусы от перформансов, очевидно, уже подустали. После прошедших накануне акций и протестов, сегодня возобновилась работа на предприятиях. Именно стабильную работу промышленных гигантов Александр Лукашенко называет краеугольным камнем экономики, но его пытаются пошатнуть. Особенно странно желание отдельных сил создать эффект экономического коллапса и в Беларуси. Сплоченность заводчан, учителей, медиков, людей самых разных профессий, сохранение спокойствия на своей родине не знает границ. На этом фоне кадры вооруженного Лукашенко в бронежилете, с автоматом в руках и на военном вертолете выглядят как фантасмагория, безумный пиар и отчаяние. В стране уже больше двух недель идет мирный протест. Никто силой власть не захватывает. А последний диктатор Европы грозит разобраться со всеми. Что это было, задаются вопросом многие мировые СМИ. Эффектное появление Александра Лукашенко озадачило западные СМИ. Президент с оружием и в бронежилете. Это показуха, угроза, демонстрация силы. Это... это у него автомат? Действительно, странную сцену мы наблюдали тут, в Минске. Лукашенко благодарит силовиков. Потом появляется с автоматом в руках. Рядом его 15-летний сын. В бронежилете и также с Калашниковым. Лукашенко демонстративно появился в бронежилете и с Калашниковым. В бронежилете, с автоматом и в окружении охраны. В бронежилете и с автоматом. У Лукашенко есть что сказать. Он явно хочет, чтобы его народ увидел эти кадры. Слитые в интернет кадры государственное телевидение Беларуси преподносит как эксклюзив. Но вы с пометкой срочно в нашем распоряжении появились видеокадры, снятые на мобильный телефон. В нашем распоряжении появились кадры, снятые на телефон, на которых президент прилетел во дворец независимости. Кадры, на которых президент возле дворца, снятые на телефон, появились недавно. Точно так же, невозмутимо и почти одинаковыми словами, каналы рассказывают и об угрозе, якобы исходящей от протестов, и о Лукашенко с оружием. На «Беларуси-1», не утруждая себя аргументами, его героизм подчеркивают музыкой. Госканалы Беларуси как будто не смущают, что вооруженному сыну Лукашенко Николаю всего 15 лет. Разительный контраст с зарубежными и независимыми СМИ. «Пятнадцатилетний парень бегает по Минску с оружием в руках. Надеюсь, у него, как и у его отца, забрали рожок. Прошу прощения, это смешно, но и ужасно. Это говорит только о том, что человек немного оторван от реальности. В кого собрался стрелять этот человек?» Провластные медиа в России кадры с вооруженным Лукашенко встретили с энтузиазмом. Новый, более воинственный имидж президента страны Александр Лукашенко. На Лукашенко прошел зацепление, поблагодарил силовиков за работу и пообещал разобраться с протестующими. Видео, очевидно, попало в сеть не случайно, а стало ответом-провокатором. На федеральных каналах одновременно хвалят Лукашенко «молодец, так им и надо» и посмеиваются над ним «дикость какая-то». Ему камуфляж-то вот этот спецназера идет. Он в ней выглядит абсолютно органично. Правда, это напоминает Латинскую Америку. Картинка похожа на какие-нибудь дикие африканские племена. Лукашенко прекрасно знает судьбу Каддафи, Лукашенко знает о судьбе осада, которого спасли только чудом. И он просто показал, что мирно или с каким-то легким насилием власть взять не получится. Посыл Лукашенко, как видим, ясен и российским, и белорусским СМИ. Но у западных сплошное недоумение. Мряться неоружием перед мирными протестами соотечественников воспринимается там как политическая маргинальность, граничащая с неадекватностью. Белорусская госпропаганда работает, как говорится, на износ. С пристрастием рассказывает о провластных митингах и клеймит оппозицию. Сам Лукашенко кадры жестокого избиения силовиками мирных граждан называет постановочными, в то время как в эфир главного телеканала страны «Беларусь-1» выдают откровенные фейки. Ведущий информационной программы сообщает, что одного из организаторов протестов, Марию Колесникову, якобы освистали на встрече с рабочими металлургического завода в Жлобине. Видео действительно со встречи, но звук при монтаже изменили, люди скандировали совсем иное. Крики «Уходи!» Крики «Уходи!» также были адресованы не Колесниковой, а провокатору в красной рубашке, который оказался рядом с ней. Такие провокаторы от власти часто появляются на рабочих митингах и пытаются сорвать протесты. Этот человек уже неоднократно взветился на разных пролукашенковских мероприятиях. Полную версию этой фальшивки вы можете увидеть на странице настоящего времени в социальных сетях. Откуда пришла идея такого фейка, сказать сложно. Может, местные пропагандисты сами придумали или ноу-хаут российских коллег с канала «Раша Тудей», которых срочно перебросили в Минск. Белорусские журналисты, которые отказываются участвовать в подобных информационных манипуляциях и подлоге, увольняются. Их много. Они уходят с телеканалов, радиостанций, из газет и провластных информагентств. Появились сообщения, что некоторые из них готовы создать новое независимое медиа. Обсудим это с бывшей телеведущей государственного телевидения Беларуси Екатериной Пытливой. За пост с призывом провести честные выборы ее отстранили от эфиров за несколько дней до голосования. Екатерина, вы много лет работали в белорусских СМИ, в частности, на государственном телевидении. Сталкивались ли вы там с цензурой? Учитывая, что я работала в развлекательном формате, очень редко я сталкивалась с какой бы то ни было цензурой, прям такой жесткой. Ну, конечно, негласно было понятно, что мы не можем говорить на какие-то там острые темы, просто потому что они не темы для тех эфиров, которые я вела. Я была и музыкальным журналистом, и вела утреннее шоу на одном из центральных каналов. На радиостанции, на которой я работала, я сталкивалась с редактурой, были черные списки, нельзя было рассказывать, вставить в эфир определенных музыкантов, которые высказывались против действующей власти. Это было многие годы. За последние недели из белорусских СМИ уволились сотни человек. Это массовый исход. Путь обратно или в другие государственные медиа им заказан. Теперь вы хотите создать собственные медиа? Расскажите подробнее об этом. Да, то есть это будет и онлайн-телевидение, и радийная составляющая, и медиаресурс в плане текстовой статьи и так далее. Поэтому мы понимаем, что это будет действительно большая платформа, мы не хотим торопиться и выпускать что-то некачественное, поэтому, конечно, завтра-послезавтра мы точно не запустимся, и нам хотелось бы, чтобы контент, который будет опубликован на этой платформе, был действительно на высшем уровне, который соответствует квалификации многих потенциальных работников этого ресурса. А их бывшие рабочие места тем временем занимают сотрудники из России, которых прислали на помощь Лукашенко. Вы уже видите результаты их работы? Сейчас началась информационная война, и это все понятно, поэтому были присланы войска, но не те, о которых говорил Александр Лукашенко, были присланы информационные войска из России, которые помогают нашему государственному телевидению развернуть пропаганду на том же уровне, как это происходит последние годы в России. Более того, впервые в своей жизни, вот в эти дни я столкнулась с огромным количеством троллей и ботов, которые на любой пост пишут комментарии, не самые лестные, пытаются кого-то разозлить, кого-то задеть. Такого не было никогда. Мне так кажется, или кроме троллинга российский телевизионный десант привез с собой отработанную методику по производству фейков, вроде того видео на «Беларуси-1», где просто взяли и заменили звуковую дорожку на ролики о встрече Марии Колесниковой с работниками завода. Ну, таких вопиющих случаев я, если честно, за последние годы, да и вообще не припомню. Но раньше политика государственных каналов, она соответствовала политике государства. И там не было, ну, как сказать, Минздрав дает какие-то данные, МВД дает какие-то данные, и их озвучивает канал. Но вот таких переворотов не было до этого, ну, я, во всяком случае, такого не помню. Катя, спасибо за интервью. Свою оценку событиям в Беларуси уже дал Европейский Союз. ЕС не признает результаты выборов, а Европарламент объявил Лукашенко персоной нон-грата. Одними из первых, кто официально высказался по ситуации, стали страны Балтии. Жители трех бывших советских республик, как и 30 лет назад, стали участниками гражданской акции солидарности. На этот раз не за свою независимость, а за свободную республику Беларусь. Как о мирном протесте белорусов рассказывают балтийские медиа. Репортаж Евгения Завадского и Сталина. Песня «Перемен» Виктора Цоя – неофициальный гимн белорусского протеста, поясняют литовским телезрителям. Поэтому пускай и русскоязычная, но именно она звучит в эфире, сопровождая трансляцию акций поддержки в центре Вильнюса. Оценивая события в соседней стране, балтийские медиа солидарны. Это продолжение борьбы, начатой в Литве три десятилетия назад. Лукашенко сейчас фактически президент ОМОНа и белорусской бюрократии, а не народа. Рождение нации в Беларуси. Ростки сквозь асфальт. Это не Минск, это Таллинн. В 31-ю годовщину Балтийского пути жители Эстонии, Латвии и Литвы протягивают цепь солидарности белорусам. Наша цель в двух с половиной километрах отсюда, Магдалиана-3. По этому адресу расположено посольство Беларуси. Никого не напугал ни проливной дождь, ни, собственно, мокрые ботинки. В 1989 году живая цепь из двух миллионов человек, выступивших за свободу своих стран, соединила три балтийские столицы. После прибытия Светланы Тихановской в Литву, журналисты вновь называют Вильнюс центром восточноевропейской политики. Тихановская не выглядит, как жена викинга, которая заняла место своего супруга в бою. Она скорее ангел мира. Тут важно, какие формулировки использовались. Литовский премьер назвал Тихановскую национальным лидером Беларуси. Не победителем выборов или будущим президентом, а именно национальным лидером. Репортеры признаются, легально попасть в Беларусь из стран ЕС практически невозможно. Задерживают прямо в аэропорту и депортируют. Они устроили такую массовую охоту на журналистов. Пришлось врать, что я турист, приехал посмотреть город, погулять. И так все мои и другие коллеги сделали, которые оказались, так скажем, в заключении. Еще одно препятствие в работе – проблемы со связью. В первые дни после выборов в Беларуси отрезали интернет. Интернет также включался среди ночи примерно с двух до четырех утра. То есть как раз когда я приходил после вот этих вот ночных противостояний с полицией. И тогда материал, как бы можно было некий видеоряд, как бы некий фид, допустим, минуту на двина-три можно было как-то пропихнуть. Акцию солидарности в Таллине посетил министр иностранных дел Эстонии. А эстонский премьер заявил журналистам, что происходящее в Беларуси поразительно напоминает события из недалекого прошлого его собственной страны. Евгений Завадский, Полина Леновицкая, Эстония, Таллин. Специально для программы «Смотри в оба». Социальные сети мира следят и обсуждают главные новости этой недели. Мы выбираем самое интересное. Лукашенко с автоматом без рожка – сюжет десятков отличных и смешных мемов. День независимости Украины, как всегда, вызвал острую дискуссию в Укарнете. А в Америке на этот раз очередь сторонников Трампа – собирать виртуальный съезд и номинировать своего кумира на второй срок президентства. Обзор всех тем от Анны Шаманской. Гаврила Рэмбо насмотрелся. Гаврила автомат схватил. День, когда белорусы собрались на многотысячные протесты, Лукашенко провел в военной форме и с автоматом в руках. Он прилетел в резиденцию на вертолете, куда протестующих не пустила милиция. Но ни их, ни пользователей соцсетей у Лукашенко запугать не получилось. На президенте бронежилет, в руках автомат, в штанах памперс. Лукашенко, видимо, уже настроился, что его будут свергать силой. Придумал яркие ходы, как он такой не сбежал, храбро сражаясь до конца. А в итоге вышло видео, как сумасшедший дед бегает с автоматом по пустой площади, а за ним и с автоматом 15-летний сын любовницы. И ОМОН благодарит. Усугубило ситуацию и то, что в автомате Лукашенко не было рожка. Отсутствие рожка в автомате намекает не только на то, что это постановка, но и на то, что оружие Лукашенко в руки давать опасаются. С автоматом и в форме был и Лукашенко-младший. В соцсетях напоминают, что он еще школьник. Может в соцслужбу обратиться, что ребенок 15 лет с автоматом ходит? Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Для Лукашенко день завершился экстренным совещанием. Выполнять требования сотен тысяч протестующих Лукашенко не собирается. Зато предлагает белорусам протестировать российскую вакцину от коронавируса. Светошумовые гранаты и резиновые пули не берут? Попробуем вакциночку или, может, сразу чаю? В Украине свои массовые акции, посвященные Дню независимости. Вместо парада техники – марш военных и их близких по центру Киева во главе с президентом Зеленским. Закончилось шествие праздничным концертом, который в соцсетях жестоко раскритиковали. Когда ты всю жизнь кривлялся на корпоративах, а теперь превратил государственный праздник в корпоратив. Новые образцы военной техники на параде независимости. Раша Тумбай, дорогие товарищи. Неподалеку намного менее веселое собрание. Военные и родные погибших в бою, не захотевшие принимать участие в официальном празднике, устроили свой марш. Сначала хотела к фотографии дочери погибшего для сравнения добавить фото с празднования Дня независимости Зеленского. Но передумала. Два разных мира. Две разные Украины. О разделенной стране говорят не только пользователи соцсетей в Украине, но и в США. Там закончился виртуальный съезд республиканской партии, на котором подтвердили выдвижение действующего президента Дональда Трампа на новый срок. Как и у демократов, у республиканцев было заготовлено много сюрпризов. Помилование, церемонии натурализации, почетный военный караул, военно-морской оркестр, речь первой леди. Они злоупотребляют всеми рычагами исполнительной власти в политических целях. Беспрецедентное стирание границ в современной политике. Посмеивались в соцсетях и над тем, что выступают на съезде все Трампы. Дети, их жены, мужья и партнеры. Но сторонникам президента, наоборот, нравилось видеть на экранах его семью. Приятно видеть настоящих людей на съезде партии вместо голливудской элиты, которая понятия не имеет, как остальные из нас живут и выживают. Сколько пользы съезд принес Трампу, да и демократам неделю назад судить сложно. В Твиттере пишут, что лишь около 15% избирателей следят за съездами. Подтверждение того, что эти мероприятия могут повлиять на непартийных избирателей, нет никаких. На этом пока все. Увидимся через неделю. Будьте внимательны, а главное здоровы. И смотрите в оба на канале Настоящее время. До встречи.